Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Руководитель общества «Свобода животных» Айвар Андерсон сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Айвар. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Что значит «Свобода животных»? Давайте сразу слушателям поясним. О чем это организация? О чем это общество? Свобода животных – это означает тот идеал, к которому мы как общество можем стремиться, если мы признаем, что животные, они на этой земле существуют с нами, вместе с нами, а не только ради нас. То есть мы видим, что отношение людей с животными – очень сложная тема в современном обществе. Мы их запираем в индустриальные фермы за закрытыми стенами, очень мучаем их при очень таких сложных условиях. Запираем узкие клетки. Там солнечного света нет, разные проблемы. Мы не заботимся о них, просто как продукты их используем. И такая ситуация развелась достаточно недавно, после Второй мировой войны, когда началась такая индустриализация сельскохозяйства. Мы научились этих животных запирать и как машины воспринимать. И свобода животных – это как раз такое направление в другую сторону, что мы признаем, что эти живые существа, так же, как люди, они чувствуют. У них есть желание, есть какой-то характер. Но если мы знаем кошка и собака, эти животные мы знаем лучше всех, то остальные животные, они примерно тоже такие же, с своим характером, своими нужными. И мы хотим, чтобы этим животным становилось всё лучше и лучше, чтобы мы как общество научились с ними жить так, чтобы наши ценности были на сострадании, а не на какой-то жестокости или такой очень эгоистичном понимании животного, что мы просто его запираем и используем, как хотим. Но если какая-то градация, например, держать в клетке ласку – это жестоко, использовать её на шубу – это тоже жестоко, там, песта какого-то. А вот, например, держать на привязи собаку во дворе для того, чтобы она охраняла этот самый двор – это вроде неплохо. Или Ваша организация ходит по дворам и отвязывает собак, чтобы они бежали на свободу? Да-да, «Свобода животных» – организация с определённым фокусом, да, мы работаем на улучшении обстоятельств на индустриальных фермах. То есть, есть в Латвии много организаций, некоторые работают, чтобы найти дом кошкам и собакам, некоторые пытаются помочь диким животным на природе. Мы, «Свобода животных», работаем на благо тех животных, которые заперты в фермах. Если смотреть на эту градацию, то действительно, мы видим, что есть много разных способов, как мы используем животных в очень плохом виде. Многие люди слышат, скорее всего, как мы относимся плохо к собакам и кошкам, это вызывает целые скандалы в обществе порой. Но обычно в индустриальных фермах это как бы спрятано от общества. И, ну, если мы смотрим на градацию, то, конечно, хуже всего, наверное, идёт именно, например, пушной индустрии или курини-сушки, которые заперены в клетках. То есть, потому что клетка – это означает очень жестокое, такое очень радикальное ограничение свобод животных, где у животного отнято практически всё, оно даже не может нормально двигаться, не может свои какие-то естественные поведения делать, ну, чтобы там, например, даже выпрямиться в полный рост или ходить, бегать. А какие права могут быть у животного? Вот если, ну вот… Может быть, они и ездят, а может быть, они прописаны, а мы не знаем. Ну, да, это немножко другой дискурс, да, действительно. Если мы говорим, чтобы, ну, например, что права – это концепт человеческого общества, правильно? Вот получается, что право – это если мы кому-то даём право, то это право ограничивает наше поведение к отношению к этому же объекту, да, или субъекту. То есть, если мы, мы как люди, даём животным право, что мы не будем их держать в клетке, то животное пользуется этим правом именно таким образом, что мы сами не запираем этого животного в клетку. Это право не происходит от животного как-то, но от человека. Но если мы посмотрим, как человек относится к животному, то, конечно, большинство общества за сострадательное отношение к животным, что мы не должны им причинять вред, мучать, особенно без повода, да, то есть запирать в клетке или ещё что-то такое-то, то мы, если мы посмотрим на эту ситуацию, мы можем, как общество, сказать, этого не нужно делать. Ну, например, как цирка, да, не нужно мучать животных ради развлечений. И мы, как бы, даём на уровне закона такое право, что животное не будет выступать в цирке. Ну, и так можно продолжить, можно сказать, например, мяковой индустрии у животных тоже, диких животных, эти обстоятельства есть очень плохие. Ну, мы прекратим это, как уже 15 странах Европы уже это прекратили. То есть мы даём, ну, условно, право, что животное не будет так использоваться. Или, например, можно это даже без закона делать, можно на общественном каком-то корпоративном уровне, как, например, мы работаем, чтобы курини сушки не содержали в клетках. И уже большие предприятия Латвии, как Риме, Максима, Лидо, ну, такие известные имена, но и очень много меньше, поменьше имён, да, уже отказались от этой практики. То есть они обязались не покупать яйца, которые производены в клетках. Это уже сигнал производителю, что нужно менять. А каким образом они знают это? То есть они заключают договор и проверяют, ну, не знаю, откуда они берут эти яйца, в каких условиях содержатся курицы? Ну да, это, ну, кстати, как и с другой продовольственной продукцией, там, конечно, идёт документация вместе, да, то есть для предприятия это никаких проблем. Ну, если мы смотрим, как потребитель может знать, да, то, конечно, это те предприятия, они публично заявляют о таком шаге, то есть потребитель уже знает, что предприятие будет защищать интересы животных, и магазинами можем просто в полках увидеть, что они там хранят. Но если какие-то другие предприятия захотят нечестную практику, конечно, это не будет долгосрочным. У нас звонки, пожалуйста, наденьте наушники, будет слышно звонящего. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, доброе утро, Владимир, у меня вопрос к вашему гостю. За что же он так людей-то ненавидит? Вот мне хотелось бы ему задать такой вопрос. Потому что, по сути дела, всё то, что он сейчас перечисляет, это очередные удары по нашей и того еле дышащей латвийской экономике. И второй вопрос, а почему у нас на территории Латвии нету Гринписа, например, такой замечательной организации, которая защищает экологию, у нас всё хорошо с экологией, или у нас просто нету глобальных экономических производств, которые, благодаря таким организациям, как Гринпис, например, уничтожают их. И то же самое, ваша организация, она создана с одной единственной целью, для того, чтобы добивать те отрасли экономики, которые кому-то невыгодны, ни больше, ни менее. Ну, я понимаю, что здесь можно разделить вопрос. Мы все понимаем, что такое отношение к животным требует определенных... Финансовых вложений, конечно. И люди должны добровольно от чего-то отказаться. И понятно, что для экономики это довольно сложно перестраивать экономику. И вторая подоплёка вопроса, выгодно ли, работаете ли вы на какую-то, я не знаю, диверсионную организацию, которая хочет добить экономику Латвии? Ну да, начну с второго вопроса. Конечно, это такое недопонимание общественных организаций, что во всём ищут какие-то подоплёки. Это взгляд на вещи очень сценический. Тут даже комментировать особо на то нечего. «Докажите, что не верблюд». Конечно, можно добавить, что все наши доходы и все обороты публично доступны, то есть видом проверяется, и тут нет какой-то... Но насчёт экономики, если мы смотрим долгосрочную перспективу, то такой переход на другие методы производства, какие-то реформы обязательны. Мы видим, что всё в обществе меняется, не только, например, фермерские дела, но всё меняется, и всё идёт, развивается. И так же само развивается само общество, эти ценности защиты животных становятся всё важнее. И с каждым годом мы слышим гораздо больше об этом. И производство, конечно, должно идти в пору, в ногу, в ногу. Видите, здесь есть противоречие. С одной стороны, мы говорим о том, что людей становится всё больше, и чтобы накормить возрастающее население земли, необходимы какие-то индустриальные уже методы производства питания. А с другой стороны, мы понимаем, что выращенные на фермах без клеток курицы требуются больше им пространства, больше вложений, и это сокращает возможность. Как решить это противоречие? Да, спасибо. Ну, конечно, тут действительно, тут даже два вопроса получаются. Один – это насчёт таких бессмысленных индустрий, как меховая индустрия. Для кого в 21 веке нужно убивать в газовой камере каких-то животных, чтобы украшения носить? Это совсем не обязательно. То есть, и, например, тоже те же затраты на яйца, которые вне клеток, по сравнению с клеточными, там изменения незначительные. Для животного очень большие изменения, но для производителя и для общества там даже не почувствовать. Но если мы уже о таких очень глобальных вопросах, как, например, накормить человечество, то тут гораздо сложнее, поскольку тут уже вопрос не столько о том, как содержать животных. Этот ООН, например, уже объявили, что мы как цивилизация, как общество, то есть мировое сообщество, должны употреблять меньше мяса, поскольку мы в буквальном смысле просто убьём планету. Эти затраты на производение животных, продукции животного происхождения, очень экологично. Там 10 раз больше ресурсов затраты, и, конечно, мы не можем это сбалансировать как-то с приростом населения планетном уровне, чтобы всем кормить мясо. То есть это невозможно. Поэтому и мы видим, что большие организации, ООН, учёные, везде уже можно звучать это призвание, будем есть меньше мяса. Это нужно, то есть, по сути, нужно заменить животные протеины на растительные протеины, и тогда, конечно, мы сможем прокормить гораздо больше людей, и всех, которые есть, и ещё, может, там миллиардов, ещё 5-6, где-то 14 миллиардов. То есть если мы эти ресурсы будем тратить как-то по-умному, то мы не будем настолько вредить планете. Это ещё одна причина, поскольку мы должны уменьшить индустриальное производство, поскольку это недолговечно, и это просто наносит вред не только животным, но и нам самим. А вас не пугает вообще такая тенденция, что сначала нам запретили носить меха, потом нам сказали, давайте будем ходить пешком, потом появилось такое явление, как Грета Тунберг, у меня вообще пугает такое направление. Теперь нам говорят, давайте вы будете есть меньше мяса. Вот хочется спросить, а вы не офигели? Почему вы мне рассказываете, сколько мяса я должна есть, сколько необходимо для моего организма продуктов и так далее? Потому что, ну, давайте будем кричать, перестанете выдавливать из буратино лимонад. Ну, не надо же доводить это до абсурда. И когда вы говорите о том, что производители никаким образом не затрагивают эти движения, нет, это неправда, потому что одно дело хранить, содержать курицу, я не знаю, там, в ста клетках, а другое дело оборудовать для них полянку, засеять её травкой, там, экологически чистое зерно засыпать, которое стоит совершенно других денег. Вы бываете в магазинах, подойдите к полке с экопродуктами, сколько они стоят? Вот я, например, свою семью экопродуктами накормить не могу, потому что это сразу будет, ну, где-то в 2,5-3 раза удорожит мне чек. Это гарантированно. И никто при этом мне не даст гарантии, что то, что я сейчас ем, прям эко. Там этого нет, просто написано. Из-за того, что это написано, сразу стоит дороже. Поэтому вот эти все движения немножко пугают, да, они мешают производителям. Потому что до этого курица содержалась, и о её душе никто не думал, а сейчас мы задумались. О людях мы не особо задумываемся, а о курицах прям серьёзно. И эти производители вынуждены заходить в какие-то рамки, которые для них иногда не по карману. Ну да, действительно, тут очень много вопросов нужно. То есть, ну, если уточнить, да, то, например, насчёт куриц, да, то это наша компания не то, чтобы переходить сразу на свободного содержания, но постепенно на куриц, которые в клеву. То есть, если мы посмотрим на упаковку яиц, то видно, что те, которые в клетках номер 3 код, от тех, которые вне клеток, к 2 коду, да. То есть, и там разница в производстве незначительная, а разница в цене диктует уже те, которые продают магазины. Ну как они, ну смотрите, обычно яйца стоят евро 20, эко-яйца стоят 3,80. Вот расскажите мне. Ну да, есть ещё посередине. И я не знаю, как там правда задерживаться. Я не знаю, насколько свободны бегают эти курицы. Потому что мне кажется, что все вот эти движения за защиту прав, прав, простите, животных, это ужасно модный тренд, это всё очень, конечно, круто, это вы большие молодцы, но всё это доводится до какого-то абсурда. Мы сейчас убьём планету, и давайте поэтому будем превращаться в веганов все дружно. Ну нет, это же неправда на самом деле. Это ведь не веганы говорят. Дайте производителям спокойную возможность выращивать этих коров, так как они их выращивают, и всем хватит еды, нет? Ну, во-первых, да, во-первых, это не наше призвание, это ценности общества. Если мы посмотрим на социальные опросы, то 94%, это 19 из 20 людей, почти каждый, говорит, что нужно улучшить содержание животных на фермах. То есть это ценность общества. А сколько из них готовы переплачивать за то, что эти животные будут улучшить? Это вот как раз проблема в том, что когда человек подходит к полке и смотрит, но вот... Я за то, чтобы коровы прям бегали, махали хвостиком, лучше бы олимпийские сведомины Альпы. Во сколько мне это лично встанет? Это когда после реформы эти цены уравнятся, и это будет стоить почти то же самое. А какой реформа? Откуда у вас такая информация? Мы посмотрим на цены яиц, например, уже сейчас, например, в Риме, есть яйца номер 2, яйца номер 1, и они даже не стоят гораздо дороже. А когда весь рынок пройдет на это, конечно, этот спрос, не спрос, а это предложение, которое будет очень доступное, то большое предложение будет гарантировать уже сравнение цен, да? Нет, я не согласна с этим, потому что большинство производителей, которые будут вынуждены производить экопродукты из-за того, чтобы внесли какие-то земельные законопроекты... Это не экопродукты, вы чуть-чуть... Ну, хорошо, не экопродукты, продукты вот там тех же свободных куриц условно выращивают. Да-да, это еще не свободные курицы, это курицы, которые не содержат в клетках, они живут в клеву, но это еще не тот эко уровень. Клев еще построить надо, это вложение, эти вложения надо окупить, это бизнес. Нет, но если всех обяжут, то тут уже никуда... Представляешь, маленькие производители закроются, они не будут в состоянии его держать. Маленькие производители в клетках не держат, это только индустриальные фермы в Латвии. А мы этого не знаем на самом деле, потому что мы не всегда это можем проверить. Ну, это можно проверить по реестру ПВС, продовольствия и литерной службы, все фермы там есть. То есть, эта реформа уже происходит во всем мире, она происходит в Латвии, уже предприятия, большие имена, Риме, Максима, все уже отказываются. То есть, это вопрос времени. Если мы посмотрим на цены в немецких магазинах, там курицы, которые номер один, которые свободные курицы, там яйца стоят дешевле, чем в Латвии, тут некоторые клеточные. То есть, и тут есть такой момент, что производители могут перейти на этот уровень. И мы видим, в Латвии тоже уже есть вложения, Балтыкова уже вкладывает, а Лукс на спутную фабрику, большие производители уже вкладывают. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите все время о реформе, что подразумевается? То есть, это касается реформа только пока, что производство яиц, содержание куриц, или это реформа более глобальная, она касается, например, свиней, коров, быков и так далее. Чтобы было понятно нашим слушателям. Да, действительно, да. То есть, я хочу пояснить, тут есть два уровня. Первый уровень в том, что общество меняется. То есть, этот запрос на более хорошее содержание животных, это касается ценностей многих людей, поэтому есть большая поддержка этих вопросов, что мы вообще должны двигаться в сторону более этического производства, более большой защиты животных. А во-вторых, это работа, которую производим мы, свобода животных, конкретно мы занимаемся некоторыми направлениями, мы фокусируем свое внимание на три направления, в котором мы видим, что мы можем изменить ситуацию гораздо лучше и быстрее, и в самых таких горячих сферах. То есть, наши компании, это именно реформа, которую мы производим. Мы хотим, чтобы в Латвии прекратили меховое производство, как это уже сделали 15 стран Европы. То есть, уже видно, что животные там обязательно страдают, что общество против, и в Латвии та же самая ситуация. Мы можем присоединиться к этим 15 странам, то есть, где уже эта реформа проведена. Вторая компания, которую мы проводим, это мы призываем тоже эти курицы, которые в клетках, менять производство на такую, где курицы держат в клеву. То есть, они уже не заточены в клетках, где они даже двигаться не могут. Они могут по этому клеву уходить, и там тоже, может, условия не идеальны, но это гораздо-гораздо лучше. То есть, если мы посмотрим на одну ситуацию и другую, любой человек сразу скажет. И третье направление, на котором мы работаем, это, как ваш коллега спросил, что кто-то там навязывает что-то. Мы не навязываем, мы предлагаем выбор людям, то есть, мы показываем, как это потреблять растительную пищу. В общество, да, пока люди не попробовали это всё, может быть, есть некоторые какие-то опасения, как можно покушать, что я буду есть и всё такое. Поэтому мы делаем веганский фестиваль. На этом году посетили 10 тысяч человек в Эспланаде. Мы делаем веганский визов, который не скушай планету, не съешь планету называется. Это начинается как раз 1 января в этом году. Ну, спасибо, что не 31-го, как бы без элевьета, да? Да, да, можно с 1 января начать попробовать. Например, там есть разные уровни, самый лёгкий уровень, попробовать 3 дня в неделю не кушать мясо. Есть самые сложные, попробовать полностью растительное на 1 месяц, да, чтобы человек мог попробовать, там присылаются рецепты, разная практическая информация, попробовать. Если понравится, можно продолжать, ведь, как я уже говорил, ООН призывает обществу уменьшать мясо по всему миру, да, то есть любой из нас может поспособствовать лучше планету, климату, да, чтобы не было эти катастрофальные применения, просто уменьшив мясо в России. Да, доброе утро. Да, сейчас, 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 есть звонок, да, пожалуйста, наденьте ещё наушники. Наушники, наденьте, пожалуйста, да. Здравствуйте. О, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Я вот тоже хотел сказать, вот, ведущая ваша возмутилась немного, что запрещает, мол, носить мюха, начали с мюхов, потом продолжили, что ограничивают употребление мяса, но ведь тоже мы превратились в таких потребителей жёстких, которые, ну, не контролируют себя, свои желания и видят только в центре земли человека. Но и мюха, кому нужны мюха сейчас? Я вообще не понимаю вот этот тренд. И если посмотреть на эти зверофермы, как убивают жестоко этих животных бедных, ради чего? Ради, чтобы какая-то дамочка просто одела красивую шубу, у нас даже зим уже нету, то есть у нас она постоянно присылает температура. Это вообще, ну, просто бред, мне кажется. А по отношению кур, ну да, ну, хотя бы перевести их из клеток в эти вот вольеры, ну, построить, чтобы они там хотя бы внутри не то не на лужайке, да, а просто чтобы хотя бы они могли передвигаться. Но это минимум, что мы можем сделать, чтобы более-менее гуманно вот этих вот кур, которые потом мы будем есть, чтобы они хоть как-то существовали. То же самое по отношению с коровами совсем. Я согласен, что надо что-то менять, и человеку нужно меняться. Нельзя так вот просто делать все, что мы хотим. Что мы хотим есть много мяса, мы хотим надевать шубы. Так нельзя жить на планете, чтобы существовать долго. Спасибо большое. Нет, я по поводу шуб, у меня нет никаких вопросов. Это абсолютно абсурдная ситуация с этими шубами, но у меня к вам такой вопрос. Вот вы устраиваете веганский фестиваль, вы присылаете рецепты, вы призываете людей есть меньше мяса. Вы же понимаете, что даже ученые еще не пришли к единому мнению о том, что веганство и вегетарианство полезны для здоровья. Вам не кажется, что вы берете на себя очень большую ответственность за здоровье людей, которые пойдут за вами, и не факт, что им это поможет. В нашем климате, при нашем количестве солнца, витаминов, которые мы едим, у нас у людей анемия – это вообще норма. Витамин D у нас просто на минусовом уровне. И при этом вы говорите, а давайте мы откажемся от мяса, давайте мы откажемся от этого, от того, от пятого, от десятого, и будем есть, вот давайте травку жевать. Возможно, в Испании, где там 360 дней в году солнца и морепродукты, это бы прошло. А у нас здесь, где у нас солнце, я не помню, вы когда его видели в последний раз? Я, например, не помню, дня, год назад, да? Солнца даже, этого вообще нет, плюс климат. Вы вообще понимаете, что вы берете на себя ответственность вообще за здоровье людей, которые захотят последовать вашим каким-то принципам? Ну, если мы говорим о здоровье людей, то нужно обязательно упомянуть, что является убийцей номер один в Латвии, да, это сердечно-сосудистые заболевания, а номер один причина этих заболеваний – это слишком большое потребление животных продуктов. То есть номер один лекарства, которые мы употребляем как общество, это тоже сердечно-сосудистые заболевания. Двигаемся мы мало, а едим мы пока еще вполне. То есть у нас население, в принципе, не переедает. У нас уровень людей, страдающих избыточным весом, да, он как бы есть, но он не критичный. Есть страны, где все гораздо хуже, и картина хуже. Всегда есть где-то хуже, но, например, только что… А дети? Дети тоже должны быть веганами, вегетарианами? Вышла Максима Компас, да, социальное исследование, и Максима говорит, что по всей Прибалтике, также в Латвии люди есть слишком мало растительной пищи, слишком мало овощей и фруктов. Это только что вышло, да, и это в других годах тоже. То есть мы видим, как вообще западное общество, оно переедает эти животные продукты, не только по экологическим причинам, да, а также и по причинам здоровья. То есть мы едим столько этих животных продуктов, что это буквально убивает нас. И по всему миру тоже глобально есть исследование. Это приносит огромный ущерб экономике, потому что больные люди, они не могут работать, не требуют затрат. Ну, зато они просто прибыль фармацевтики. Так нет, здесь вопрос в другом. Ну, хорошо, взрослый человек, он еще может за себя отвечать, а с детьми как быть? Они тоже должны быть веганами, вегетарианами? Или как? Ну, за детей, как я знаю, отвечают родители, это их забота, да. То есть, но тоже ученые, может быть, они не на одной странице полностью все, поскольку есть очень сильные индустриальные животноводческие лобби, которые продвигают все это животные продукты в сфере питания. Но есть самые большие организации УСТУРС, как бы это… Содержание. Да, что питательные организации, которые по питанию… Ну, да, по питанию, да. То есть, признают, что растительная пища полностью адекватная для человека в любом возрасте, так же для детей, так же для спортсменов, для старых людей, новых людей. Ну, и… А то, что вы говорите, что анемия, витамин D – это у мясоедов тоже в Латвии в минусе, да. То есть, даже иногда даже в более большом минусе, чем у людей, которые принимают растительную пищу, так что это тут не аргумент, да. Айвар Андерсон, я напомню, руководитель общества свободы животных в нашей студии, и вот были вопросы через СМС, спрашивали, получает ли ваша организация государственное финансирование, или она только за счет общественных средств? Да, государственное финансирование мы не получаем. То есть, не помогаем государству? Да, ну, то есть, нужно смотреть, как вообще общественные организации работают, есть поддержка общества, то есть, индивидуальные износы, каждый может присоединиться к движению, просто даже ничего не нужно особо наделать, вплатить несколько евро в месяц и поддерживать эти организации, но есть, конечно, разные гранты, да, и мы видим, что государство, например, приоритизирует продвижение животных индустрии, да, там субсидии, там платят за того, чтобы производили мясо, чтобы больше продвигали мясо в общественности, и эти субсидии гораздо больше, чем, 10 раз больше, чем чтобы продвигали растительную пищу, да. То есть, это на государственном уровне, тут, конечно, другие лобби, другие интересы корпоративные. А, вот вопрос, вы вегетарианец, то есть, вы употребляете мясо? Да, я уже 7 лет, да, как веган. Вегетарианец. Я, конечно, кушал мясо, ел эти продукты, но когда я узнал, как это связано с отношением с животным, как это связано с нашим отношением с природой, как это вредительно для природы и даже для нашего собственного здоровья, то, конечно, я с временем поменял свои эти… Как бороться? Вот я просто совсем недавно видел блог, в России существует 70, около 70 звероферм, вот где производят как раз меха, ну, на меха соболей. Вот девушка ведет блог, он очень популярен, у него, ну, я не помню сейчас сколько, но много тысяч подписчиков. Она купила вот маленького соболя, вот самочку, и она ведет блог, рассказывая о ее жизни. Она показывает, ну, вот как, и все время подчеркивает, что вот ее могли бы убить, и, ну, тем самым она пытается поменять отношения людей, потому что люди, которые заходят на этот, ну, ее сайт, ну, на ее страничку, они умиляются, ну, такое очень милое существо, и она все время говорит, что вот вы можете сделать, отказавшись от меха, вы можете спасти жизнь вот таким же. Вот как вы считаете, ну, вот такой способ или какие-то более радикальные нужны для того, чтобы поменять отношения в обществе? Ну, я думаю, это не самое плохое, что можно делать. Конечно, соболь по своей естественной природе не для квартиры, квартиры предназначен все-таки и дикое животное, но, с другой стороны, это гораздо лучше, чем на ферме, да, где он все равно во власти человека, и к тому же очень узкой клетки. И это возможность показать этого животного как личность, какой, ну, животную личность, но все-таки, да, мы знаем, у кошки и собаки есть характер, да, вот у этого соболя есть характер. Люди видят, что это животное почти, ну, такое же, как наша кошка, наша собака, и это помогает как-то соединить эту идею, что мы не будем убивать свою кошку, чтобы на шапку, да, или собаку, да, а почему мы убьем лису, соболя или норку, да, они ведь почти такие же. Так что, ну, радикальные методы тут не поможет, это как раз наоборот, да, может повредить эту идею, поскольку отвлечет внимание от того, что у нас общая ценность, что мы не должны бредить животным, что мы не должны их мучить, так эту общую ценность мы должны как-то положить на основе закона, чтобы, ну, сказать, мы как общество уже готовы этого перестать делать, да, и, а если там, например, ну, я знаю, какие-то там радикальные действия, это может отвлечь как-то хулиганство или такое, зачем нам это? У нас в связи уже есть общее понимание, большинство латвийского общества, две трети говорят, что не признает выращивание животного на мех, то есть нужно просто... Вот смотрите, есть другая проблема, например, хорошо в Латвии запретят деятельность этих ферм, но если люди будут продолжать покупать меха, их просто будут завозить в Латвию, не получится ли, ну, такого лицемерного момента, что да, вот, ну, в европейские страны за пределами Европы эти фермы могут совершенно спокойно процветать, их животных будут продолжать убивать, мочить там и так далее, вот, это, мне кажется, действует только когда все могут договориться или каким-то образом запретить, например, продажу меховых изделий, то есть вот... Да, да, действительно, это очень хороший вопрос и на самом деле. Тут нужно на это, ну, можно на это смотреть как на пошаговый процесс, да, например, мы видим, что Великобритания, которое первое в Европе запретило пушное производство в 2000 году, да, сейчас они уже говорят о запрете импорта и продаж, то есть и так же можно смотреть с другой стороны, да, тоже на то, что если, например, производство Латвии прекратится, да, то прекратится это лобби, и маркетинг, и продвижение этих меховых продуктов, поскольку индустрия, пока она существует, тут она и активно продвигает эти продукты, и даже если большинство общества не будет их покупать, они все-таки как-то найдут некоторых клиентов, которые будут поддерживать их при жизни. А если это реформировать эту индустрию, то, конечно, это давление на мнение общества прекратится, да, и люди смогут более спокойно оценить, нужно им ли это, да, и мы видим, ну, конечно, мы говорим Латвии, если в Латвии перестать производить, то, наверное, в других местах будет, но мы тут уже как бы не пионеры, да, уже 15 стран отказалось, мы уже отстаем, да, то есть, и мы видим, что этот процесс, конечно, не то, что сразу все договариваются, но это переходный период, да, уже 15 стран запретили, Латвия может быть 16-й или 17-й, или 18-й, но это одна за другими, по всей Европе это закроют, и потом уже Европа, Европейский Союз, можно думать, что наверняка примет за запрет даже импорта, поскольку, ну, как, например, руонес, ну, как это животное, да, тюлень из Канады, да, там в Канаде тоже убивает этих тюленей на мех, Европейский Союз сказал, нашему, нашему обществу в Европейском Союзе это не соответствует нашим ценностям, мы закроем импорт из Канады этих тюленей, и, конечно, в Канаде там это убийство очень снизилось, да, поскольку уже рынок закрылся, да, и также с этими меховыми фермами сначала мы должны их закрыть тут, в Европе, а потом мы можем или закрыть рынок, или даже своим примером показать другим странам, что это уже не в моде, если мы посмотрим на эти моду, да, то тоже высокие эти дома, как там высокой моды, Прада и там, Версачи и разные, это очень много этих больших имен отказывается от меха публично, то есть этот список тоже растет с каждым годом. А вы с латвийскими, например, производителями, ну, вот, домами моды каким-то образом взаимодействуете, то есть убеждаете их, там, например, не показывать на коллекциях в Лиге Фэшн Вик, условно говоря? Вы знаете, там, говорят, там очень мало этих меховых изделий, там почти их нету, то есть в Латвии их и не используют, и, конечно, у нас есть в этой программе тоже некоторые компании присоединились, это называется «Продавец без меха», глобальная программа, там уже более тысячи имен, этот список растет по каждым странам, тоже есть представители из Латвии. У меня просто такой глобальный вопрос, ну, вот, подводящий итог, каким вы, вот, в идеальном, каким вы видите идеальный мир, потому что давайте представим себе, что люди отказались от употребления мяса свинины и говядины, но тогда возникает вопрос, а вообще не исчезнут ли свиньи, которых разводят специально, как они будут существовать в диком Ливиде, в заповедниках? Человек ведь все равно заполонил всю планету, и для животных даже в, ну, просто в дикой природе остается очень мало места для того, чтобы существовать и выживать. Да, и к тому же даже больше, да, это мало места остается у животных на дикой природе именно из-за этого, что мы производим животных на фермах, мы вырубаем леса для выращивания пищи для животных, для пастбищ для животных, то есть Амазон горит, да, из-за вырубания лесов для, где производить, например, там, сою для скота, да, то есть мы видим, что эти сферы очень тесно связаны, и если мы будем уменьшить индустриальное производство, да, то как раз наоборот мы освободим пространство для природы, для дихих животных, то есть чем меньше мы будем есть мяса, тем меньше мы будем вредить планете. Конечно, этот шаг полностью отказаться от мяса, это такой фантастический, тут уже появляется много сценариев. Есть корпорации большие, там, Билл Гейтс поддерживает или Ди Каприо, да, которые вкладывают… Искусственное мясо. …в растительное мясо, и дальше уже идёт искусственное мясо, да, то есть которое производено, которое ничем не отличается, разве там, может, антибиотиков нету или каких-то химикатов, но по структуре ничем не отличается от животных мяса. Но пока очень дорогое. Ну, пока очень, потому что экспериментальная. Но через 10 лет, может быть, это станет уже как-то более доступным, да, то есть мы видим, что, да, что действительно мы должны уменьшить, чтобы сохранить свою природу, свою жизнь, и это в интересах всех, это не то, чтобы там, например, свиньи приобретут, да, мы как люди потеряем, наоборот, мы тоже, мы как общество станем богаче из-за того, что мы ограничим это производство животных на индустриальных фермах. Я вот хотела сказать, что вы, конечно, совершенно такой человек, идущий за свои идеи, что вызывает действительно уважение, не все с таким вот рвением бросаются в какое-то увлечение, вот так прям остаются в нем, но вам не кажется, что рано говорить о благополучии животных, пока мы не достигли благополучия среди людей? Вот ваш бы энтузиазм, например, да, ну не знаю, на онкобольных детей, например, или там, на бездомных. Не было желания вот здесь проявить свой гуманизм? Ну, знаете, есть то, что считается эффективным активизмом, эффективной благотворительностью, да, там некоторые параметры, да, и эти параметры, насколько эта проблема серьезна, например, насколько мы можем эту проблему решить, решаемость, а третий фактор, насколько эта проблема заброшена. Мы очень благодарны, да, мы, то есть, мы, взаимная кубри, мы видим себя в качестве какого-то звена в гражданском обществе, где мы видим разные организации, и как по защите животных, там, например, собак или кошек, а также защита демократии, защита детей, защита любых социальных слоев, мы видим, это тоже как мы часть этого гражданского общества, которое пытается менять мир в лучшую сторону, и наша цель – это животные, но мы очень рады и благодарны тому, что есть организации, которые работают рядом с нами, которые работают на все эти другие темы, потому что без этого действительно, как мы могли бы как общество существовать, если мы только о животных думали. У нас, к сожалению, закончилось время, разрываются звонки, мы, наверное, продолжим как-нибудь эту тему, обязательно продолжим. Айвар Андерсон, руководитель общества свободных животных, был сегодня в студии.